Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Братья и сестры, дорогие друзья, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. Сегодня у нас 17 мая 2018 года в нашем гражданском летоисчислении, а в библейском исчислении сегодня третье число третьего месяца, который есть в традиции, мы его называем Сиван. Третий Сивана, 5778 года, если считать от сотворения мира, согласно Слову Божьему, согласно Библии Святой. Да, друзья, и сегодня последние дни, считанные дни остаются до празднества Шевуот, Пятидесятница, или же в простонародье именуемый как Троица. И Пятидесятница, Шевуот, неделя, или Шевот, клятвы, праздник великий, праздник Господний. И вот из 19 главы, читаю я книги Исход, об этом празднестве, написано в третий месяц, ну вот в этот, собственно, сейчас месяц третий, потому что если считать от нашего исхода, из рабства, от месяца Ниссан или Авив, то вот это уже третий месяц. И вот написано в третий месяц, по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день Новолуния, ну сейчас уже не Новолуния, уже третье число, но как бы вот, ну в эти дни будем добавить. Три тысячи триста тридцать лет тому назад. Интересно, так вот, через три года будет такое у нас, три тысяча триста тридцать три года будет. Интересно будет, красивое такое совпадение, да, числовое. Да, так вот, три тысяча триста тридцать лет тому назад, и три дня тому, вот пришли в пустыню. И двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую. И расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться глазом моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». «И пошел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все, все слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И будем послушны. «И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу, объяви и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон. И скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, при этом будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою. Скот ли то, или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трудного звука могут они взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громы, и молнии, и густое облако над горою Синайскую, и трубный звук, весьма сильный, и вострепетал весь народ бывшей Стани. И вывел Моисей народ из Тана в сретение Богу. И стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу Богу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее. И Господь сказал ему, пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы Господь не поразил их. И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Это 19 глава книги Исход и Сараду, сразу же в 20 главе говорятся уже заповеди. И изрек Бог все слова сии говоря. И дальше идут 10 заповедей. События Шевот, события Пятидесятницы. На 50-й день после нашего выхода из рабства египетского совершилось это чудо. И написано, вот слова, которые изречены были. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». И вот все эти 10 заповедей, вот первые заповеди из этих 10, начертанные перстом Божьим. Дальше написано, не делай себя кумирой никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Вторая заповедь, начертана, была провозглашена. Дальше, третья заповедь. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Четвертая, дальше, заповедь, гласит следующий нам. «Помни день субботня, чтобы осветить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай в онной никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твой, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». Пятая заповедь далее гласит нам следующее начертанием Господним и гласом его. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Шестая заповедь «Не убивай». Седьмая «Не прелюбодействуй». Восьмая «Не кради». Девятая «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». И десятое завершающее «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Не пожелай, это последняя завершающая заповедь. И дальше, читаем мы после вот этих заповедей, перечисленных здесь, указанных Господом Богом, написано, весь народ в 18 стихе, той же 20 главы исхода, видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящиеся, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, а мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисею народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! И вот само это чудо, произошедшее, 3330 лет тому назад, да, как говорится, много воды утекло. Хотя, ну, в нашем исчислении земном, конечно, да, это 3330 лет назад, это много. Хотя, если брать в Божьем исчислении, в библейском, таком, Господнем, то там написано тысячи лет наших земных, да, в его Божьем измерении, это как один день написано. Вот, и один день как тысячи лет. Удивительно, конечно. Да, поэтому в небесном измерении прошло чуть больше трех дней, в общем-то, с того времени. Но, вообще-то, если так вот говорить, вот по-человечески, по-земному, конечно, события, описанные там, это события, скажу так, планетарного масштаба, события важности, общечеловеческой важности. Они касаются, эти события, не только евреев, непосредственно потомков Авраама, Исаака, Якова, и не только тех, кто также в то время уверовал в Бога Израилева и вышел из Египта, представители разных народов, проживавших там в Египте, в те времена далекие 3330 лет тому назад. Но это касается и сегодня всех нас, даже нас сегодня, живущих уже в то время, когда, как говорится, космические корабли вороздят просторы Вселенной. И нас это тоже касается напрямую. То, что произошло тогда, это было потрясением для всего человечества. И Божья мечта, действительно, возрождение человеческого рода, восстановление, спасение, она, скажу так, была заявлена, провозглашена и очень серьезно продемонстрирована, будем договорить. Но в Новом Завете уже, уже в Новом Завете это по-новому раскрывается и лучше, еще полнее и сильнее раскрывается. И написано в Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И сам Иисус Христос, Ишуа Машиах, Он стал действительно тем, вот как о нем и пророчествовали. Симеон, помните, да, богоприимец пророчествовал, что Он есть свет к просвещению всех народов и слава народа Своего Израиля. Благодарение Господу Богу Всемогущему. И закон через Моисея произошел, но через Иисуса Христа благодать и истина, вся полнота этой благодати, вся полнота этой истины в Иисусе Христе, в Господе нашем. Все, абсолютно все, в жизнь, путь истинной жизни в Иисусе Христе. И для нас, новозаветных верующих, евреев, неевреев, людей разных национальностей, культур, традиций, религий, много разных учений религиозных и прочих. Но, знаете ли, друзья, как первые апостолы провозглашали, так и сегодня, спустя два тысячелетия, с момента начала истории христианства, ту же веру евангельскую, апостольскую, христианскую мы исповедуем сегодня и провозглашаем перед всей планетой, что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Господу! И праздник Шевуот, праздник Пятидесятницы, для нас, новозаветных верующих, это не только вот те события, о которых я прочитал из книги Исход, это события уже более ближайшие к нам, двухтысячелетней давности, не трехтысячелетней, три тысяча трехсот тридцатилетней, а двухтысячелетней давности, события, описанные в Деяниях во второй главе, когда Роах Акадош, Дух Святой, сошел на вот ту первую мессианскую общину еврейскую, с которой, как с небольшого ручейка, впоследствии вернулась огромная река, вот исторического христианства, будем так говорить, мессианства, христианства. Удивительная история, церкви, Господь сказал, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, или же в буквальном переводе не устоят перед ней врата ада, и вот это действительно чудо, что церковь Господа Бога Всемогущего, несмотря ни на какие там гонения, репрессии, за два тысячелетия много что происходило, церковь победоносно шествует по планете сегодня всей, слава Богу. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, то есть для нас, новозаветных верующих, Пятидесятница, Шевод, это, с одной стороны, да, это Моисей, но с другой стороны, это Христос. С одной стороны, именно тогда были оглашены заповеди и перстом Божьим начертаны. С другой стороны, Новый Завет уже, сам Иисус Христос, и заповеди пишутся уже не на камне, не на мертвом камне, а на живом сердце человеческом, возрожденном сердце. В этом-то и как раз и отличие, вот такое коренное отличие Нового Завета как раз, что пишется Слово Божье, заповедь Божья пишется на сердцах человеческих, не на камнях мертвых, а на плотяных сердцах человеческих, возрожденных, заново рожденных, перерожденных через Господа Иисуса Христа. Слава Богу! Так что вот в это воскресенье как раз получается шестое Ниссана выпадает, или же 20-е, выпадает на 20 мая сегодня, 2018 года. Само это празднество, и хотя в православной традиции вообще, восточной православной христианской традиции из-за тоже многовековой проблемы антисемитизма совершаются и пасхальные празднества, и все остальные позже. Знаете ли, ну как бы, как говорится, лучше поздно, чем никогда вообще. Вот, хотя лучше все-таки, на мой взгляд, именно держаться, ну, Божьего Слова, даже в этом назначенные его празднества, его дни, действительно, это какое-то особенное чудо, особенный дар Бога человеческому роду. Слава Богу! Вот, и всех вас благоставляю, братья и сестры, дорогие друзья, благоставляю во имя Господа Иисуса Христа. Пусть этот шивот, эта Пятидесятница, которую мы встречаем, и в субботу уже на эре в шивот, мы встречаем в начале, как бы, ну, предзнаменование уже, это суббота, шаббат, предстоящий, уже завтра вечером будем встречать шаббат, так вот, этот шаббат наступающий, он действительно такой предшивотний, шаббат, предвкушение шивота, предвкушение Пятидесятницы, вот, и, ну, и сама Пятидесятница, в субботу вечером уже начинается Пятидесятница, шестое с Ивана, значит, и, ну, и дальше в понедельник в рассеянии, среди нас, вот, евреев рассеяния, и, в общем-то, рассеянных евреев, да, значит, и в понедельник так же продолжение этого праздника, шивот, Пятидесятницы, и в эти дни молюсь о, действительно, о таком Пятидесятническом пробуждении христианства, о Пятидесятнице, которая не просто когда-то была там, два тысячелетия назад, нет, о Пятидесятнице сегодняшней, сейчасней, которая переживает каждый верующий в своей жизни свою личную Пятидесятницу, исполняясь Духом Божьим, Духом Святым, потому что Господь не просто Спаситель всех, Он Спаситель каждого из нас в отдельности, Он хочет быть не просто Господом Богом над всеми, а твоим личным, моим личным Господом, Богом Спасителем, и поэтому каждый верующий, я убежден, должен жаждать и переживать эту Пятидесятницу, личную свою Пятидесятницу, шивот великих, и шивот Пятидесятницы, да, недели, а еще шивот, значит, это, значит, клятвы, клятвы, это удивительная история клятв, когда Всевышний Бог клялся три тысячи триста тридцать лет назад, опять-таки, клялся народу своему, народ клялся Господу Богу Всемогущему, вот, и сегодня для новозаветных верующих клятва, самая, как бы, святая наша клятва, да, служение Господу, она базируется не на наших даже потухах, религиозных там, поисках, а на божественной крови, благодати, на крови Иисуса Христа, на благодати Господа Бога Всемогущего, на Его верности, на Его слове, на Его обещания, слава Богу. Так что для нас Пятидесятница, ныне шивот, это сам Машиах, это сам Христос, Иешуа, Иисус, слава Ему за все. Благоставляю всех вас, братья и сестры, словами благословения священнического, благословения Каэнов, Ааронова благословения, как мы еще называем, это Божье благословение, которое Бог сам дал в числах, это рассказывается в шестой главе, когда Бог дал Моисею эти слова, чтобы тот передал Аарону и его сыновьям слова этого благословения, и Господь говорил, что пусть так призывают благословение на сынов Израилевых, имя Мое. Вот, и Бог обещал, и я благословлю их, и сегодня Господь да благословит сегодня всех нас, искупленных кровью божественной Агнца Божьего Иисуса Христа. Благословляю всех вас, возлюбленные братья и сестры. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир. Благословит Тебя Господь. Благословим Иишуа Гамошех, Иишуа Машихейнум во имя Иисуса Христа Мессии. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу Богу Всемогущему. Благословляю всех вас в преддверии праздника Шавуот, в преддверии Шабата предшавуотнева и самого Шавуот, праздника Пятидесятницы, из города Санкт-Петербурга, Божией милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя Киевской архиепископии. Мир всем вам, друзья. Вот, и прошу тоже молитв святых ваших, и как по скриптум в этот Шавуот я молюсь о предстоящем летнем нашем соборе на Петра и Павла в православном таком календаре. Есть дата, когда празднуется, вспоминаются имена вот этих святых апостолов, наших старших братьев, да, вот Петра и Павла, первопроходцев, первоверховных, как в православии мы называем их, апостолов. Вот, и это будет апостольская конференция, которая будет посвящена теме апостольства и вообще апостольства Мириана, апостольства Церкви, в целом Церкви Христианской и вот православной в частности. Реформации, обновления, слава Господу. Пусть Бог благословит всех вас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.